МНОГО СПОЙЛЕРОВ ВЫРУБАЙ МИ ХАОК ШИТУШАТА И МАТЕР ДРАКОНОВ ЖИВА В конце сериала один бастар север, у которого на протяжении восьми сезонов не менялось выражение лица, решил пойти по стопам принца Чарвинга и проткнул мать драконов своим мечом, которая пошла по ступням своего бати. После этого её верный дракоша вместо того, чтобы сжечь нахрен снежка, испепеляет Железный Трон и уносит Денечку, богиньку. И с этого места начинается наша безумная теория. На самом деле, Азор Ахай это драгон, а не кто-либо иной и никакой даже не человек. Пророчество говорится про то, что когда воссияет Кровавая Звезда, Азор Ахай возродится среди соли и дыма для последней битвы со злом. И вынет из огня пылающий меч Светозарный. Если он победит, настанет лето, которому не будет конца, сама смерть склонит перед ним колено, и все, кто сражался на его стороне и погиб, возродятся. Драгон вместе со своими гермафродитами, соплеменниками, родился после того, как Денечка взошла на костёр. Следовательно, там был дым, а все её последователи плакали, но не только потому, что её очень сильно любили, а потому что на кого она их бросила, они там сдохли в пустыне. Насчёт Светозарного, это отсылка к огню, который он сам выдыхает. И самое главное, древнее зло, это никакой не король ночи, а... Железный трон. Если логически подумать, то в борьбе за него погибло в боях, умерло от голода и прочих лишений войны, куда больше народу, чем от нашествия короля ночи. Во время династических войн типа... Войны пяти королей, танца драконов, восстания Блэкфайров и так далее. Кроме того, короля ночи убила Арья. Как бы тупо это не произошло, но всё-таки смиримся с этим фактом. Но она не обнажала никакого Светозарного, не родилась среди дыма и соли, и никто из тех, кто погиб в той битве, так и не воскрес. На стороне же Дрогона, по его мнению, в его последнем бою, это разорение королевской гавани, которую он величественно сжёг, погибла только Денечка из тех, кто ему по-настоящему дорог. Следовательно, пророчество ещё не сбылось, и она ещё воскреснет и вернётся в Вестерос. Из последней сцены лучшего сезона за всё время мы узнаём, что Дрогон летит в сторону Валантиса на восток. Но кто им это сообщил, и как они поняли, что именно в сторону Валантиса? Он просто летел на восток, а это может быть и куда дальше, чем Валантис, тоже за Трофийское море, где он родился, где вся эта история для него и началась. А может, он от горя просто решил полететь на край света и залетит в такой город, как Акшай, который находится на краю света. Там даже нет пресной воды. Там даже нет пресной воды, только солёное пресного завозят кораблями с помощью торговцев. Вот вам, по сути, и соль. А ещё там очень много религиозных верунов, которые приносят жертву, жгут благовоние. Это вам и дым. И если вы хотите считать, что Взора Хай это Дейенерис, то она вполне себе может воскреснуть в Ашайе. И это тоже будет подходить под пророчество, но, правда, не наше. В любом случае, куда бы он в итоге не залетел, что Валантис, что среди датракисов, которые считают Денечку богией, что в Ашайе, найдутся фанатики, которые захотят её либо воскресить, или похоронить её, сжечь на костре. И пусть она даже не опалима. Кто знает, после смерти сохраняется это свойство или нет. Если верить пророчеству, исследовать этой логике, она вернётся в этот мир. И даже, возможно, на загребальном костре, так же, как родились её драконы, так заново родится, и она сама. Вечное лето ещё не настало. И под ним, скорее всего, понимается никакое не изменение погоды. Потому что, посмотрите, снежок выезжает за стену с одичалами, замечательный сюжетный ход. Там как зима была, так и осталась. Это доказывает, что Кроль Ночи не главное зло, иначе б там лето было, если буквально понимать пророчество. А Вечное Лето — это утопические идеи, вроде свободы, равенства, братства. И они невозможны, когда есть рабство. А именно с рабством Денечка и боролась в заливе работрагосов. И, судя по всему, весьма и весьма успешно. Но поборола его не до конца, поэтому работа ещё не стоит. Если посмотреть на сам Вестерос, то там спокойствие продолжаться долго не может, по нескольким причинам. Во-первых, посмотрите на этот королевский совет. Кто здесь? Наемник, контрабандист и карлик, которого все жители Вестероса презирают и ненавидят, и думают, что он Ланнистер. Ну, вернее, он и есть Ланнистер, но они Ланнистеров не любят. Какие шансы у Брана заполучить уважение Знати Простора, которым он сейчас правит? Он же Лорд Хайгардена, мать вашу. Не могла же вся Знать Простора, презривая Септы, умереть. Или Дейенерис не могла абсолютно всех сжечь, она только Тарли сожгла. А кроме того, он ещё и мастер над монетой. Представьте сами, сколько золотишка из казны будет утекать в его широкие карманы. Очень сложно поверить в его честноту и неподкупность после всего того, что мы видели, после всех его божественных фразочек. После того, как он пошёл на сделку с Рсеей и с Тиреоном-то, он только потому, что Тиреон ему сказал, «Кто бы тебе что ни предлагал, я удвою». Поэтому Брон это корыстный человек, естественно, коррупция при нём будет процветать, ни о каком порядке быть не может. Но оставим коррупцию, она и при Бейлиша была и так далее. Не я и одной богатый. Давайте вспомним, как Робин Арен. Или новый принц Дорна слишком подозрительно легко согласились не только на то, что Брон теперь король, а и то, что Сегар отделится. При том, что такое королевство, как Дорн, Таргариены смогли заполучить только путём династического брака. Все их вторжения Дорн отбивал более чем век. За все восемь сезонов войска Дорна не пострадали, они даже в боях не были. Четыре бабы на корабле железнорождённых. И в счёт, там не было войск Дорна, были только они. То же самое и с капризным лордом долины. То он кричал, как хочет всех выкинуть в лунную дверь, а сейчас он вдруг стал таким хорошим, покорным и согласным на всё. Может он просто взял уроки и у пяти рабы лишь, а и понял, что свои истинные намерения обнажать не стоит. Вполне возможно он хочет быть королём, и даже если не семи, шести королевства хотя бы у себя в долине. У него сейчас сильнейшая армия на континенте. В войне пяти королей войска Долины не участвовали. На севере сражались с Рамсией, с королём ночи только малая часть рыцарей Долины. Поэтому он сейчас самый сильный на континенте. Не нужно сбрасывать со счетов и такую организацию, как Железный Банк, которая поддержит любого поджигателя войны. Потому что без войны кому нужны их кредиты. Кстати, а корона-то расплатилась с долгами с РС, потому что она вроде как золотом простора вернула долги и взяла новый кредит сразу же на компанию Золотых Мечей, чтобы нанять их. Поэтому у неё сейчас тоже долгов очень много было бы. Возьмёт ли Бран на себя обязательство выплатить эти долги или нет, это тоже будет влиять на то, какую сторону примет Железный Банк. Так что шатушата жаришка ещё будет. И Денечке есть что расхлёбывать. И только после этого пророчество завершится полностью. И наступит, конечно, временное лето, а не вечное, которое будет заключаться в мире счастья для обычных людей, свободы с этой жизни. Возможно, даже установится республика, а вместе с ней уменьшится влияние таких коварных людей вроде Бейлиша, который и стал, по сути, катализатором Войны Пяти Королей со своим кинжальщиком. Как-то так, шатушатки. Что вы думаете? Вернётся ли Матерь Драконов и, упаси господи, сиквелах? А так, спасибо за просмотр. До встречи в следующем видео. Пока. Пока.